Привет, друзья! Наверное, немножко странное сочетание. У меня снизу все велосипедное, но я в горнолыжном шлеме. Это неспроста. Я, наконец-то, достал электровел. Я не помню, или я говорил об этом, но я уже давно хотел взять электровел и покатать его. Ну, в горах я бы в любой сезон покатал, а вот в Киеве именно зимой, ну, такой у меня вот был бзык, и все пишут. Я вот понимаю, что, наверное, на электровеле зимой кататься намного приятнее. На улице сейчас минус 11. Это очень холодно. Я пока сюда шел, я уже ощутил все прелести такой температуры. И вообще, после 10 я обычно не особо высовываюсь. Но у меня есть электровел, поэтому надо попробовать. Надеюсь, я смогу не окоченеть, доехать до Дорогожичей, катнуть там пару трейлов и потом вернуть сюда. У меня предстоит сегодня очень интересный еще эксперимент с вот этим велосипедом, который обязательно дождитесь. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, первый опыт просто очень мне понравился. Есть свои моменты, которые я буду потом уже рассказывать, что прикольно, что не прикольно. Но вот что главное, как я и сказал, по ровной, очень круто. Нам еще сегодня предстоит поставить один очень интересный эксперимент с этим велосипедом, поэтому я сейчас выпью чайку, дождусь друзей и выдвинемся снова в путь. Я дождался друзей. Влад. Всем привет. У Влада свой канал, он рассчитан больше на скейтеров, наверное, но там все очень круто сделано, мне понравилось, и поэтому мы с ним сегодня поедем снимать эксперимент. Для этого нам понадобится швабра, Саша, сноуборд и электровел. Я думаю, вы уже догадались примерно, что это будет, но может вообще ничего не будет, но попробовать все-таки стоит. Эта идея уже давно кроется в голове, и надо ее реализовать. Как оказалось, к велу привязать сложно, потому что низкий уровень, и веревка будет цеплять колесо, поэтому мы ее примотали к моему рюкзаку. Это даст нам шанс что-нибудь сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это было очень круто. Ребята, я расскажу, что только что произошло. Вы у Влада на канале увидите полное видео, обязательно зайдите к нему на канал, ссылочка будет в описании. Но только что он ехал за мной. И, в общем, вот такой кадр это, если смотреть со стороны, но обязательно посмотрите, как это выглядело с первого лица. Это очень здорово. Так, мы меняем локацию, сейчас пойдем на дроп-камень. Но я всегда хотел попробовать силу электровела в каких-то таких условиях своеобразных. Сейчас проверим. Идея была такова. Вот это дроп-камень, я сам придумал это название. Это не какой-то памятник, гугли не ищите. И от него вот так вот можно разгоняться и прыгать вниз. Очень круто, весело, классно. Но есть нюанс, это вот эта вот штука, которая нам не позволит разогнаться и прыгнуть вниз. Вообще никак. Хотя на велосипеде... На велосипеде можно. Не, я сюда не смогу. Смотри, вот здесь. Ты вот так вот едешь, забиваешь и туда. Ну, надо еще раз попробовать. Чувак, это электровел. Так, ребята, этот день закончился. Это было очень эпично. Ну, возможно, это не было прям так круто и страшно или еще что-то типа того. Но я вспомнил детство, как мы катались на санках и мне это все очень понравилось. Напомню, что у меня в магазине весь став, который вы сегодня видели, в том числе электробайки, мы их уже забили на сайт. Вы можете все что угодно купить со скидкой 7% по вот этому промокоду. Просто ввести его на сайте или сказать, когда вы будете здесь находиться. С вами был Степаник Станислав и Владос. Всем пока. До скорых встреч.